Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Умноход. Меня зовут Елена Сергеевна Чернышева. Я врач-паразитолог, подморфолог. И уже не первый раз выступаю у вас. Сегодня тема паразитологии. Паразитология – это наука очень интересная и относится к инфекционным заболеваниям, разделу инфекционных заболеваний. А инфекционные заболевания – это заболевания, передающиеся от одного человека к другому, от одного животного к другому. То есть опасное для окружающих и для самого человека, который заболел. Поскольку у нас в основном разговор о паразитарных заболеваниях, то мы ограничим тем, что же вызывают паразитарные заболевания. И что такое паразит? Паразит, в общем, понятие – это организм, который живёт за счёт другого. И чем больше этих паразитов, которые могут размножаться, тем тяжелее протекают заболевания. Паразиты, которые живут и развиваются, и размножаются на другом организме. Их паразитирование, то есть жизнедеятельность за счёт другого организма приводит к резкому истощению сил в организме хозяина, на котором они паразитируют и на котором живут. И приводит, если их много, и если они действуют, так сказать, дружно и дружно вредно, то человек не справляется, живой организм не справляется и погибает вот от воздействия паразитов. Ну и начинаем о том говорить, какие бывают паразиты. Вот они бывают наружные. То есть все могут увидеть в шум комара, который сосёт кровь, во-первых. Вот. Клеща, который тоже впился и, так сказать, высасывает кровь. Дальше. Есть более мелкие паразиты, но наружные чаще всего это относится к насекомым. И люди прекрасно их знают, видят и стараются бороться. Потому что они, эти паразиты, не только, как говорится, выпивая кровь, они ещё подсаживают других паразитов, более мелких, и которые вступают в обменные процессы и приводят самостоятельно к заболеванию. Вот так, например, можно сказать о клещах. Все знают, что клещи паразитируют и на человеке, и на крупных животных, на собаках. Вот. Пиваются, напиваются крови. Но далее они выплёвывают в рамку других возбудителей, в частности, боролиоза или клещевого энцефалита. Мелкие паразиты, они проще устроены, но не значит, что они легче и приятнее. Вот. Их уже не увидишь глазом. Это, чаще всего, это одноклеточный организм. То есть, они так просто устроены, что несложное строение их тела и функции его тела, а одноклеточное. Одноклетка, она обладает другими атрибутами организма. Там усики, там мембраны ондулирующие, там ещё, там есть как одноклетка, ядро, в акуле и всё. И они требуют питательной среды большого количества. И, соответственно, они живут во влажных средах организма. Либо в кишечнике, амёбы, либо в крови. В частности, вот очень интересный цикл развития. И все знают про малярию, который переносит комары. Комары, кровопийцы, которые не только кровь пьют и вызывают зуд, и могут температуру, они выплёбывают туда паразитов малярийного плазмодия, который в организме размножается, поражает кровь и печень, и кровотворную систему, и имеют циклы свои развития, когда то в кровь уступают, то в это. И тяжело протекает это заболевание, очень тяжело, и до сих пор с ним не справились. И это заболевание ведёт к большому количеству смертей среди людей и среди детей. В частности, в тех зонах, где много водоёмов, где комаров очень много. Но основным источником является малярийный плазмодий. Одноклеточный организм, который имеет очень сложные периоды своего воспроизведения, деления и, одним словом, паразитирование и размножение внутри человеческого организма, тем самым нанося страшный урон здоровью. Ещё одним примером влияния и передачи заболевания от одного человека к другому являются вши. Вши, которые кусают, но кроме этого, кроме того, что они пьют кровь и вызывают укусы, а потом расчёсы в этих зонах, они переносят так называемое, уже установили, и установили это в начале прошлого века, потому что были страшные эпидемии сыпного тифа. Сыпного тифа. Потому что были укусы, были высыпания на коже и зудящие, но самое главное была жесточайшая температура, повреждение головного мозга и всего организма, которое уносило жизни людей независимо от возраста. Большое количество. Были эпидемии, я подчёркиваю, эпидемии сыпного тифа. И как же поборолись с этими эпидемии? А просто в тех местах, где коллективы, где много людей скучно живут, в солдатских казармах и, допустим, в детских домах и в других местах просто объявили войну в шам. Заставили людей наголо сбрить волосы, одежду сожгли, потому что вши бывают головные, то есть, которые в волосах, а есть и плотяные, которые в складках одежды, гнездятцы там живут, и заставили всё вот так тотально, грубо, может быть, но бороться за здоровье людей. И это принесло большой результат, очень хороший, и научило людей соблюдать правила гигиены. То есть, за одеждой надо следить, её нужно стирать и гладить. Волосы причесывать только своей расческой. Вот видите, это очень, это тяжёлый опыт, жестокий, но он учил, что люди в коллективах, в детских садах, в домах, люди и в домах инвалидов, например, и в солдатских коллективах, казармах, нужно иметь одежду, которую стирать, а лучше нижнее бельё нательное кипятить, стричь, там, где за волосами не могут ухаживать, стричь почти нагло людей, чтобы не было зоны размножения в шеи. Вы, наверное, многие слышали, собираются дети в пионерский лагерь, их осматривают на наличие в шеи, потому что один ребёнок завшивленный может стать источником заражения других. Итак, мы сконцентрировались на тех паразитах, которые можно увидеть глазами, заметить и забить тревогу, потому что они становятся источником заболевания. Это наружные паразиты. Вот. А внутренние паразиты, глисты, либо одноклеточные организмы, о которых я говорила, примитивно устроенные, но они живут во влажных средах организма. Кишечники, в содержимом кишечники, в крови, в секрете половых желёз и половых ходов. То есть они тоже приспособились и они представляют опасность. Мы поговорим об этих паразитах в следующей передаче. Спасибо за внимание. С вами была Елена Сергеевна Чернышёва, врач-паразитолог, патморфолог. Увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok